Можем ли мы говорить так, как сказал Кирилл Иерусалимский? Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. Можно сказать немножко? Дело все в следующем. Вот хорошо сказано, сверяйтесь с Библией. Ну вот допустим, приехал я в Красноверск. Там отец Александр был этот. Но попросил у него, чтобы людей собрать на занятия. Ну собралось так человек 10, наверное. Начали, я говорю, давайте начнем только вот Евангелие от Марка. Ну как вот здесь. Он, нет, ничего этого не надо. Все толкования убирает. Достает Новый Завет какой-то там у него послушник. Давай читай. И что? Первое послание Якова. Читай послание Якова. Вот тебе, здравствуйте. Я говорю, что сразу с Якова-то? Ну а тебе что? Я же тут священник. Ты понял? Я понял. Читай послание Якова. Тот читает. Прочитал первую главу. Ну и что? Все понятно всем. Сейчас сидят. Глаза завели. Ну никто первый раз просто сядет. Он для меня это сделал. Никому ничего не понятно. Я начал говорить о крещении. Начал говорить о крещении, что крещение должно быть троекратное. Как он поднялся так, чтобы об этом больше применять. Никогда никто не говорил. Иначе я сейчас все прекращаю и все расходятся. Я говорю, ничего себе. Пастырь добрый. Я говорю, поговорили. А одна женщина, как ни странно, меня поддержала. И она говорит, а я бы вот хотела вопрос задать. У меня дочка, говорит, пятидесятница. И она когда рассказывает, фотографии показывает, и фильмы там они снимают. О том, как они крестят. А они, говорит, в воде прям крестят. А у нас, говорит, почему-то то кропят, то вообще не знаю, что у нас, где вода-то бывает или нет. Он так удивился, он как запыхтел этот священник. Как ему это не понравилось. Но он прекратил это все, конечно, потом. Но им ответить-то надо. Она говорит, и что мне отвечать? Она права или не права? Я говорю, ну вот у нас, говорю, есть к истинному крещению такой материал. И материал достаю. Он так раз положил руку и говорит, все, хватит, говорит. На этом все прекращаем. И все закруглил. Двадцати минут не продержались мы. Исцеление болезней было лишь средством к цели. Исцеление болезней было лишь средством к цели. Хотел ли Христос того, чтобы его учеников поминали в храмах с постоянной приставкой? Чудотворец, чудотворец, чудотворец. Нет, не хотел. Что? Не хотел. А ты куда мы это узнаем? Место писания. Место писания. Сейчас найдем. Пока продолжайте. Все, что у нас боевые. Не хотим. Для Христа нет безнадежных пациентов. Запомним краткую молитву прокаженного. Иногда Бог и нам не велит рассказывать о самом глубоком нашем духовном опыте всем и каждому. Иногда Бог и нам не велит рассказывать о самом глубоком нашем духовном опыте всем и каждому. Мне вот сначала я читал, как-то непонятно, как Бог не велит, рассказывает. Я веровал, потому и говорил. Мне тут написано о глубоком. О глубоком. И местописание мне пришло на ум, не мечите, дабы они, не поправ его ногами, не восстали на вас. То есть есть такая категория людей. Да, есть. Бывает. А местописание следующая, сестра. 12 глава Луки. Когда они пришли к Господу, радостно и говорят, Господи, и бесы помилуются нам. А Господь как им отвечает? Радость, что имена ваше, что бисы помилуются. Аминь. Вот подтвердили. Ну, еще есть местописание. Ну, достаточно. Святые отцы об этом говорят тоже. Как это было? 11 глава Луки. Вы ищете много людей, которые способны воспринимать. Воспринимать Слово. Потому что это Слово Божие. Не человеческое. Вот ее нужно повторять. Так. Что, закончилось здесь? Так. Здесь закончилось. Сейчас вот еще 40-42 стих. Прочитаем. Приходит же к нему прокаженный. И, умоляя его, падая перед ним на колени, говорит ему. Если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему. Хочу очистить. После сего Слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Толкование. Благоразумен был прокаженный и веровал. Посему не сказал, если попросишь у Бога, но, верая в Него, во Христа, как в Бога, сказал, если хочешь. Христос прикасается к нему в знак того, что ничего нет нечистого. Закон запрещал прикасаться к прокаженному, как к нечистому. Но Спаситель, желая показать, что нет ничего по природе нечистого, что требования закона должны упраздниться, и что они имеют силу только над людьми, и прикасаются к прокаженному. Тогда, как Иолисей столько боялся закона, что и видеть не хотел Неймана прокаженного и просившего исцеления. Вот такой поступок Христос делает, зная наверняка, что... А вот о прокаженных-то, вот этот остров, Лапрозорией же называется, лечебницей, где прокаженных лечат, ну как, пытаются лечить, проказа не лечится до сих пор, это знаете вы, наверное, это даже не знают на уровне рака, не рака, это все. Человек гниет полностью, сгнивает весь. Причем при этом организм может бороться с этими язвами, и бывает такое, что у человека даже видно внутренности, а он живой. Какой-то процент даже вот этих внутренностей должен быть виден, тогда человек начинает уже умирать, уже знают его. И был врач один, он 16 лет за прокаженными ухаживал на этом острове, и ему говорили, все, ты заболеешь. Сейчас, к сожалению, забыл его фамилию, я памятная фамилия слабая. Но это было в 20 веке, в начале, до середины. И в конечном итоге он заболел. И что вы думаете, как он поступил? Он христианин был, католик. И он все симптомы, какие у него были, записывал. И он умирал 3 года. И все это записывал. И очень много его записей профессиональных помогли потом, чтобы можно было хотя бы эту проказу задерживать, насколько-то, да, заглушать немного. Очень сильно помог он вот этими своими записями. То есть он сам, самой, показал, на себе, самом, на своем теле. Он, как его, сделал его примером для проказа. Он знал, что заболел вполне. Ну, потому что при любом прикосновении должен заболеть. Он к ним прикасался, он их там обмывал, там смотрел, и не болел столько. Господь попускал. И вот. И мы видим, Господь как поступает. И ведь этот человек, если бы не было примера Господа, он бы так никогда не подошел к проказанам. Ведь их били камнями. Если они только выходили на дорогу. Вспомните фильм этот. Кто сейчас вспомнит его? Иуда Бенгур. Когда его мать и сестра заболевшие, вот показывают, какие они, струпи у них, все. И они там под этим мостиком сидят, забились. Потому что нельзя подходить. Там, где идут люди, они, и все, и не чист, не чист. Колокольчики у них тут висят. Они идут, бренчат, чтобы все видели, что не чистые. По одной даже тропе нельзя с ними ходить. Вон там вам, в ваше место, в пещерах каких-то. Никакого милосердия мы видим. И вдруг такое милосердие от Господа прикасается. И вот так же поступает и этот врач тоже поступил. Я думаю, что и на его примере другие. Может быть, это милосердие. И очень многих уже спасло, просто мы не знаем. Ведь этот прокаженный очистился. А ведь проказа, это мы берем теперь духовную проказу. Это грехи человека. Гереси. И теперь верующие люди, и мы с вами, идем к этим грешникам, прокаженным вот этими грехами, и прикасаемся к ним, начинаем с ними беседовать. Как тяжело бывает. Очень сильно. И мы должны в сердце своем сокрыть Слово Божие и всегда его держать. Никогда его не выпустить оттуда. Оно должно всегда быть с нами в сердце в нашем. Слово Божие. И только так, тогда мы можем прикоснуться к этим прокажам. 43-45 стихи продолжаем. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди покажи священнику и принеси зачищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных и приходили к нему отовсюду. Толкование. Прочитаем и будем рассуждать на эту тему. Из всего научаемся также не выставлять себя на показ, когда оказываем кому добро. Ибо вот Иисус сам велит очистившемуся не разглашать о нем. Хотя он и знал, что тот не послушается и не разгласит, однако, научая нас не любить тщеславия, велит никому не говорить. Но, с другой стороны, всякий облагодетельстванный должен быть признательным и благодарным, хотя бы благодетель его и не нуждался в том. Так и прокаженный разглашает о полученном благодеянии, несмотря на то, что Господь не велел ему. Христос посылает его к священнику, потому что по велению закона прокаженному не иначе можно было войти в город, как по объявлению священническом об очищении его от проказа. В противном случае он должен был изгоняться из города. В то же время Господь велит ему принести и дар, как по обыкновению приносили очистившиеся. Это во свидетельство того, что он, Христос, не есть противник закона, напротив, столько дорожит им, что заповедуемое в законе, и он повелевает исполнять. Вот эта ситуация с Господом похожа на наши сегодняшние дни, с нашей общиной. Ну, как мы будем говорить, в лице Игната Тихоныча и батюшка. То есть два человека, которые пытаются исполнить все, все каноны досконально, с этими поисками, с бородами, с усами даже. К епископу обращаются. Владыка, а ты что усы-то стригешь? Это невероятно просто. До таких мелочей доходят. Всех к священникам посылают. Где мы только не были. Всех в православные храмы. Они туда приходят, люди говорят, кто вас послал? Да вот там вот приезжали. Это лапкинцы-сектанты. Это уму нерастяжимо просто. Непостижимо. И нерастяжимо. Он не может это вместить. А вмещается легко. Очень легко. Вот в это самое сердце, куда скрылось Слово Божие. Мы скрыли его. Вот это сердце должно расшириться. И говорит... Расширьте сердца ваши. Да. Расширьте сердца ваши. И вместите это все. Вместите и лапкинцев. Вместите их. Вот эту маленькую крохотульку, эту общину. Попробуйте, вместите. Всего-навсего. С их проповедями, с этими книгами. С 38-м. Ну вместите. Расширьте только сердце. Как можно его расширить? Кто у нас в шире небес? Если кто будет сердце, то это все будет приемлемо. Все надо вместить. Это вера. Вера. Вера должна быть. Вера непоколебимая, Слово Божие. И когда... Как сказал епископ наш? Вам, говорит, никогда его не взять. Да, 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 да. Почему, говорит, не взять его? Да потому что все по Слову Божьему и по Святым Отцам он все выбрал, что можно. Как вы будете с ним разговаривать? А давайте мы сейчас Библию уберем и будем с вами говорить по любви. А как мы можем говорить по любви, когда любовь это Бог есть? А Бог, это Слово Божие. Мы не знаем Бога только через Библию. Мы не знаем никакой другой жизни православной церкви только как через жития святых. Другого не дано. Откуда можно что-то еще придумывать? Все придумывается или отрицается на основе того, что нам дала история. И не то, что там как придумывают сейчас сектанты, а это православные ставили в таком-то веке, а это в таком-то веке. Сектанты. Да кто бы так против освоевал? Это ж какой надо было ум изощренной иметь, чтобы какие-то стихи еще вставлять против вас, бедных? Мы же только за вас. Мы же не против сектантов. Мы за них. Чтобы им все объяснить. И объясняется легко, правильно? Сергей, ты же говорил, что когда начинается разговор об иконах, он быстро прекращается. Ты говорил же. А не махом его прекращают. Вот только начали, казалось, иконы. Иконы. Только начинаешь говорить, ну ладно, это не существенно. Давайте поговорим теперь вот об этом. Нет, а теперь это уберем, теперь давайте об этом. У них они вот так прыгают. Им никакие вопросы не существенны оказываются. В школе, когда я работала, там что учителя говорили, что вы можете без Христа, без Христа нравственности говорить, и прививать детям вот это вот рев. Я говорю, а это фундамент, это основание без Христа, ничего невозможно. Вы с такой убедительностью говорите о Боге, о Христе и о вере во Христа, что это, мне кажется, надо прекратить это. Я говорю, ну вы же много говорили, однако изменений нету без Христа, без Бога. А если верующие во Христа, уже изменения будут. Ну вы забыли сказать, что сектанты, которые в этот же момент ходили и тоже детям рассказывали, детям они рассказывали, ну что-то, будем так говорить. Я решил послушать. Они не говорят о Христе. И когда я спросил, почему вы не говорите о Христе, это были пятидесятники. Они сказали, а нам не разрешают говорить о Христе. И в тот же самый момент я выхожу, иду там в седьмой класс или в девятый, и я начинаю говорить им о страданиях Христа. И до такой степени не доходило, что целый класс от меня убегал с воплем, мы не будем слушать о смерти. И сбивали учительницу, по ней протоптались там четыре человека, как ударили ее дверью, она заходит вот так, за голову держится, у нее вот такой вот красный такой вот, прям она, это что у вас тут такое, Игорь Владимирович, происходит. Я говорю, это ваш самый лучший, седьмой ан дисциплинированный, самый бесноватый, ваш седьмой ан. Они не хотят слушать о страданиях Христа на Христе. Страдания, то у кого-то будет сейчас отбрякнется. Точно. И не залазь, иди вот у нас. Нельзя так, ты же упадешь, малыша. Продолжим. Вторая глава, Евангелие, Марка, первая, пятая стихи. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав его, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чада, прощаются тебе грехи твои». Толкование. Вера мужей, принесших расслабленного, была столь велика, что они проломали кровлю дома, и спустили его. «Посему и Господь подает ему исцеление, видя веру сих принесших, или веру самого расслабленного. Ибо и он сам не позволил бы взять себя, если бы не веровал, что исцелится. Впрочем, Господь часто исцелял ради веры одного приносящего, хотя приносимый не был верующим. И напротив, часто же врачевал ради веры приносимого, хотя приносящие не веровали. Прежде всего, отпускает он грехи болящему, а потом врачует болезнь. Потому что труднейшие болезни большую частью происходят от грехов. Как и в Евангелии от Иоанна, Господь производит от грехов уже болезнь одного расслабленного. Этот упоминаемый у Иоанна, у купели, который сидел. Расслабленный есть не один и тот же, что упоминаемым ныне. Напротив, это два разных человека. Ибо упоминаемый у Иоанна не имел человека помогающего, а нынешний имеет четырех. Первый был у купели овчей, а этот в дому. Тот в Иерусалиме, а сей в Капернауме. Можно найти и другие между ними различия, но должно сказать, что упоминаемый у Матфея в девятой главе и здесь у Марка есть один и тот же. Ну, слава Богу. Разобрались. Ну, я так понимаю, что у нас же продолжение Евангелия от Марки изучения. можно здесь. Скажи, что за кинет. А, давай тогда. Это третий том открытый оком. Пособие по изучению Евангелия. Сейчас мы его откроем, чтобы было видно. Вот оно как. Часть вторая. Вот отсюда. Ну, то есть, это для тех людей, которые прочитали все-таки Евангелие от Марка. Вот мы, я думаю, все прочитали его Евангелие от Марка. Уж сколько раз слышали. Но, мы Евангелие приближаем к познанию на сегодняшний день. Как нам исполнить это? Ведь это Христос нам дал для того, чтобы мы исполняли. Апостолы почему написали Евангелие? Читаем мы в самом начале предисловие. Все только по одному, потому что слушающим было приятно слышать Слово Божие. А не запоминалось. Ну, такие были и бабушки, и дедушки, и блудники, и кого там только не было греховодцев. И они попросили, ну, вы нам запишите. Ну, запишите. И в конечном итоге начал Матфей, и потом продолжили все последние, Иоанн написал. Иоанн, когда писал, вот мы тут читаем предисловие, читаем, когда Евангелие от Иоанна, то, говорят, он прочитал и весьма подивился тому, как все основательно и правильно изложили апостолы в этих своих евангелиях. Он тоже же когда-то было, что не читал, а потом начал читать, ему, наверное, было интересно. А ну-ка, ну-ка, что там братья мои написали во Христе? Читает и подивился, как все отлично написано, но кое-что почему-то не написано. И он кое-что это упущенное он дописал. И мы видим, что многое-многое чего нету у трех синоптики. Называются синоптики они. То есть схожие евангелисты. Это Матфей, Марк, Лука. А Иоанн уже и написано, что Иоанн, он как пренебесный, он как орел у него Евангелие имеет. На духовную высоту поднял имя Христа и его пришествие на землю. Что он не просто во плоти пришел Бог, а пришел спасти. Именно спасти. Это в третьей главе подчеркивается Евангелие Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И мы дальше читаем, когда здесь молитву читали, если я жизнь вечна, есть познание Господа Отца и Единородного Сына послана. Вот что такое жизнь вечна. А так просто как у нас сейчас привыкли со святыми упокой. Только что убивал, только что ходил налево, курил там, матерился тут уже со святыми упокой. Надо же искать вечной жизни. Продолжим 6-й 12-й стихи. Так отсюда не будем читать? А сейчас мы прочитаем и дочитаем. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи кроме одного Бога? Иисус тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи? Или сказать «Встань, возьми постель и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». И толкование. Фарисеи обвиняли Господа в богохульстве за то, что Он отпускал грехи, так, как это принадлежит одному Богу. Но Господь дал им и другое знамение божества своего знания сердца их, потому что одному Богу известно сердце каждого, как и пророк говорит, «Ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих». Второй параллитв минус 6.30. Между тем фарисеи, хотя и было Господом открыто, что у них сердце остаются бесчувственными, и знающему сердца их не уступает того, чтобы он мог врачевать и грехи. Тогда Господь через исцеление тела удостоверяет в том, что он исцелил и душу, то есть посредством явного утверждает сокровенное, и посредством легчайшего труднейшее, хотя это казалось им иначе. ибо фарисеи исцеление тела как действие видимое почитали труднейшим, а врачевали души как невидимое легчайшим, и рассуждали как бы так. Вот обманщик, который отклоняет от себя исцеление тела как дело очевидное, и врачует невидимую душу, говоря, прощаются тебе грехи. Если бы он в самом деле мог исцелить, то наверное исцелил бы тело, а не стал бы прибегать к невидимому. Посему спаситель показывая им, что он может совершить то и другое, говорит, что легче врачевать, душу или тело? Без сомнения тело, но вам кажется напротив. Итак, я исцелю тело, но на самом деле легко, а только вам кажется трудно, и тем уверю вас в исцелении души, что действительно трудно, и кажется легким потому только, что невидимо и необличаемо. Так поступает Господь и с душевными немощами. Не только освобождает нас от грехов, но и подает нам силу для исполнения заповедей. Итак, я расслабленный могу исцелиться, ибо и ныне есть Христос в Капернауме в доме утешения, то есть в церкви, которая есть дом утешителя, с большой буквы. Я расслабленный, потому что... Утешителя. Утешителя. Я расслабленный, потому что силы души моей недействлены и недвижны во благо, но когда четыре евангелиста возьмут и принесут меня ко Господу, тогда услышу слово его чаду, ибо я делаю сыном Божиим через исполнение заповедей, и мне отпустятся грехи, но как принесут меня к Иисусу, проломивши кров, что же кров? Ум, как верх существа нашего, на этом крови много земли черепиц, то есть земных дел, но когда все это будет сброшено, когда будет разломано и освобождена от тяжести сила ума, когда потом спущусь вниз, то есть смирюсь, я не должен возноситься вследствие облегчения ума моего, но по облегчении обязан не спуститься, то есть смириться, тогда исцелюсь и возьму одр мой, то есть тело, возбуждая оно к исполнению заповедей, ибо не только должно восстать от греха и познать свой грех, но и взять одр, то есть тело, для делания добра, тогда можем достигнуть и созерцания, так что все помыслы в нас скажут, никогда не имели такого разумения, как ныне исцеляясь от расслабления, кто очищен от грехов, тот поистине видит, но фарисеи, к сожалению, не увидели, не захотели, сердце окаменело, и даже после совершения чуда они продолжали упорствовать, говорят, что он богохульствует, ну и можно вот сейчас нашу почитать, так, читаем изучение Евангелия, открытым оком по Марку, Христос никогда не гнушается в прошлой жизни человека, это мы находим 1 Коринфян 6 глава 11 стих подтверждение, и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духа Бога нашего, Галатом 3 глава 28 стих, нет уже иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Презренный мытарь становится апостолом и евангелистом. Какой-нибудь рыбак, потеряв место, мог всегда вернуться к своему занятию рыболовством, но место мытаря немедленно замещалось другими кандидатами. Плевий не поколебался последовать за Христом, хотя это значило для него и его семейство что, не то, что ли, считай, о, что я, перепрыгнули немножко, я чувствую, что мы... Вина не в проповеди, а в их сердцах, что не уверовали. Матфея 11 глава 23 24 стихи. И ты, каперналом, до неба вознешься, да, да, не звергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня, но, говорю вам, что земле Содомской отроднее будет в день суда, нежели тебе. Евреям. 2 глава, 3 стих. То, как мы избежим вознеродев оттоликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Чему научает нас в смысле молитвы за других случаев с расслабленным? Якова, 5 глава, 16 стих. признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться много может усиленная молитва праведного. Господь простил все грехи разом. Евреям. 10 глава, 17 стих. А где прощение грехов? Там не нужно приношение за них. Римлянам, 3 глава, 21 стих. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Деяние, 10 глава, 43 стих. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. 13 глава, Деяния, 48 стих. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуготованы к вечной жизни. Предуставлены. Предуставлены. Иногда внешнему исцелению должно предшествовать научение духовное внутреннее духовное исцеление. Бывший расслабленный имел уверенность теперь в прощении грехов. Имеем ли мы эту уверенность и как ее получать? учитель. Кто уверен? Ну а вот мы методом противного пойдем. Давай. Вот это очень интересный вопрос. И сектанты его не смогли решить баптисты. А многие 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 кто может слышал Геннадия Фаста как он уверовал в детстве? Он начал веровать ему что-то лет семь было. И вот до четырнадцати лет его переживания как он это рассказывает у меня такого конечно не было. Прям такое чистое переживание евангельское. Кто не слышал обязательно послушайте. Вы умилитесь просто душой душой и телом. Это баптист был Менонит это немецкие баптисты у них чуть-чуть разница небольшая. Но они однозначно не говорят языках. А пятидесятники кто говорит на языках сейчас они пошли дальше им нужно было уверение что Господь их простил что он их принял. И это уверение они нашли в том что дар языков должен быть. Хотя апостол Павел говорит что языки умолкнут любовь останется но они как-то на это не посмотрели и в сорок пятом году у них целая секта возникла начали делиться общины баптистские менонитов отовсюду начали уходить и начали набираться наполняться и сейчас этих пятидесятнических сект уже за двадцать с лишним тысяч различных различных с разными названиями камень веры живая вера слово веры слово жизни просто живая вода и бесконечно вопрос не секрет что в сектах люди получают исцеление я общался с людьми он говорит ну как меня там господь исцелил как я могу от них уйти то есть вот наверно все таки не было там преподано о прощении грехов то есть сначала идет прощение грехов как мы сейчас читали а потом исцеление у них как бы да человек приходит да услышит проповедь он кается на сцене и так случается что он исцеляется и он начинает верить вот этим людям которые проповедовали слово божие и не может уже дальше развиваться и вот в этом узкой толковании остается не может оттуда мне больше то есть его вот это чудо исцеления настолько укоренило что это истинная церковь вот и в православии это есть то есть пошли они к матронушке там преклонились исцелились значит здесь истинная вера а прощение грехов как прощение грехов же как еще Христос как сказал кому простите тому простятся то есть он это передал апостолам те в свою очередь священникам и сейчас прощать грехи только могут священники на исповеди хотя у всех тоже есть таинство исповеди насколько я тоже слышал тоже у них такое подражание такое есть не каждый выносит когда кому-то здесь же благодатная сила действия я бы хотел еще сказать я еще бы хотел сказать мне больше понятней когда мы начинаем это разбирать через Игнатия Бринчанинова о трех видах благодати это намного понятнее благодать призывающая благодать не освящающая обращающая и последняя освящающая то есть два вида благодати может действовать у сектантов но третий у них нет у освящающей а благодать это даром данное от Господа спасение то есть они доходят до ворот церковных уже и Дух Святой их сопровождает и там могут быть и чудеса конечно же человеку же надо исцелиться если он вдруг немощный или что-то почему бы нет Дух Божий как говорится дышит где хочет да вот о них будет сказано не твоим ли именем изгоняли бесов то есть они будут кричать не думаю что это они будут они до этого еще не дошли это будут я думаю те пять дев из десяти которые не имели светильников горячих нет не имели милостыни девы бесов не изгонали тут идет именно об изгнании почему как это не изгоняли кто тебе это сказал что они не изгоняли что они не изгоняли творим или именем да изгнание бесов но это исцеление бесноватый человек он больной ну исцеление это меньше чем изгнание бесов это понятно я думаю что разговор идет о верующих людях о церкви а не о сектантах а сектанты это тот который был в одежде на перу не в брачном это скорее всего сектанты пытаются забраться отойдите от меня делать или беззакония не знаю а потом дальше продолжение идет а что он им сказал когда я жаждал а что дело вы меня не напоили то же самое когда я алкал напоили это не о милосердии говорится о бобе в делах о милосердии конечно о милостыни и говорит забыли говорит милость превозносится над судом а милость превозносится над судом а милость то есть вот это вот мне больше понятно почему у них происходят чудеса и все тогда понятно когда ты благодать рассматриваешь не как какое-то узкое направление а господь всех людей охватывает он всех любит нужно рассказать о благодати освящающей освященстве что такое освящающая о церкви о церкви да только в церкви происходят благодати ты должен места писания знать о церкви которые говорят что все что ты говоришь правильно только все это в церкви нужно сказать в церкви они даже понятия церкви у них распыльщат Они до тех пор тебя будут называть братом, до тех пор, пока ты им не скажешь, что «а вы-то не в церкви». И они тогда обижаются и говорят «а вы сами-то, мы о вас слышали, вы сами сектанты». Сектанты говорят мне, что мы сектанты, и причем они слышали это православное. Это больше всего меня умиляет всегда. Я говорю «здорово», то есть я говорю «православный», сижу тут с бородой, рассказываю тебе о наших 77 книгах, которые ты решил послушать, 11 недостающих вас. И ты меня тут же, ну да, здорово, неплохо. Я говорю «а что до этого ты мне не говорил, стой сектант?» Ну ты же мне ничего не говорил, я тебе ничего не говорю. Ну и же все паритетно у нас с тобой. По толерантности, а только начинаешь говорить истину и сразу получаешь ответ. Поклон в сторону патриархии, благодарим. А нас все знают. Здесь Барнавулин. Так, ну мы прощем теперь, это, от Марка дочитали. Вопрос-то такой. Имеем ли мы эту уверенность? А имеем ли мы уверенность в прощении грехов, как ее получить? Уверенность в прощении грехов, как мы имеем? И как ее получить? Как эту уверенность получить? Как получить эту уверенность, что вы прощены на грехе? Я о себе могу сказать. Я эту уверенность имею. Потому как верю местам Священного Писания, где говорится. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Я это испытал на себе лично. Мне и прощали, и оставляли на три года. Я был под эпидемьей. То есть, и я верю, что батюшка нас рукоположен от апостолов, что благодать освящающая, таинства эти действуют в церкви. Я уверен, что... А при том, он крещен и полный погружение. От воды и духа, да? Все-таки рождение свыше, значит, ты об этом говоришь? О прощении грехов я сейчас говорю. А прощение там есть прощение в рождении свыше или нет? О прощении грехов. Рождение свыше и прощение грехов, они чем-то отличаются? Прощение грехов, значит, рождение свыше, извиняши. Ну, я из прошлого. Ну, опять же, прощение... Какие грехов? Грехов до уверования и грехов после уверования есть еще. После крещения имеется. Ну, и уверование, оно ведет к крещению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Эму неверующему зачем креститься, по сути. Об этом даже в то время речи не велось. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. То есть, это была... Марка 6, 16, по-моему. А сейчас очень много крещеных, а посмотришь и верующих... Крещение – это не просто неплодская нечистота и мытья, а обещание Богу доброй совести, которое спасает нас воскресением Иисуса Христа. И еще надо сказать о рождении свыше. Тогда будет уверенность в том, что тебе Господь прощает эти грехи, когда ты в церкви находишься. Ну, сектанты очень любят говорить о прощении свыше, о рождении свыше. У нас беседу, в Володе, светили, было. А вы рожденные свыше, на Игнатия Тихоновича, когда мы подошли с собакой, с палками, они нас приняли за казаков, шивко перепугались. В каком-то городе Володьболе, не помню. И начали... Да выгодят евангельские христиане, тогда они услышали родные слова сразу. Православный евангельский, это я Тихонов Игорь сказал. Тогда они вроде как-то это... И начали беседовать. Игнатия Тихоновича, а вы рожденные свыше? Да. И он начал потом по писанию. Смотрю, они сразу... Раз, другие вопросы. А давайте по иконам. Раз, им по писанию. А они раз... То есть им надо зацепить. То есть вот дела, плоти известны, ереси. То есть плотские люди, им просто нужно... Подыскивались они просто. Подыскивались. Раз они отвергли православную веру... И вдруг они видят Ивану. Но вины их нет, потому что вера, истина, она на Руси никогда не проповедовалась, как должно. Лесков, по-моему, о том говорил, да? Да. А вот как не должно, кто-то должен ее нести, если священники этим не занимаются. Конечно, и... А потом, когда уже сравниваешь толкования, их не эти, духом святым открывается, где истинное толкование. Но они настолько погрязли и убеждены в своем толковании, чтобы... Безгрешно. Да. Тем более, это подтверждается жизнь в ихней лжей церкви исцелением, и они не могут снизиться. Языками. Говорение языками, тем более, все у кого-то, дары исцелений, все это есть. Благодать освящающая... Смождение еще. Что такое благодать освящающая в церкви? Как вот можно им рассказать в двух словах? Как вот... Семь даров Духа Святого. Какие дары? Дары исцеления, освобожения. Все, что у нас в церкви есть, все таинства. Все таинства. Семь толков. Семь таинств. И крещение к ним тоже относится, кстати. Да. Поздравляем тебя, брат. Крещение – это вход в церковь. Это одно из освящений. Вот это благодать освящающая. Но это и ее действия, которые видимые. А невидимые все то, что тебя приводит к этому. Исповедь тоже, кстати, от уносится в это таинство. Где грехи прощают незримого Бога. Христу прощают через разрешительную молитву священника. Он есть посредник. И все они подтверждаются местами священного писания. У нас есть, называется «Новая скрижаль». Книга такая, которая таинства церкви. Ну, все, любое действие церкви, которая производится священником, она показывает, где это слой Божий. Расписывается, да. Расписывается все. Любой шаг священника, который там делается. Почему так батюшка, иногда я что-то не так прочту, он сразу, так ты что не то прочел? Надо вот это вот прочесть сегодня же. А там идет речь. Это сегодня важно. А мне, как помощнику его, думается, мне все важно. Я такой еще новоначальный, что все давайте подряд читать. Ну и второй вопрос. Как ее получить? То есть уверенность в прощении грехов. Если ее нет, конечно, это уверенность. Если она есть, ее и не надо получать. Допустим, ее нету. Нужно сначала убедить человека, что прощение грехов существует. Существует в истинной церкви, через ее возложение рук священства. Но это его ум надо проломить. То есть у него какое-то свое разумение. А нужно поставить на, как говорится, на пути евангельские, на стези евангельские. И вот эти четыре человека, которые расслаблены, если крышу проломили, то есть ему вот эти сектантские мозги просто нужно евангелиям Марку Лука прочищать, прочищать в истинном толковании святых отцов. А вот когда они уже в толкование не верят, уже захрясли мозги их тут уже ломом даже не продолбишь эту крышу, чтобы расслабленного этого ко Христу опустить. Ну оставить его. Тут уже, я не знаю. Пускай думает, время лечить бывает. Да, после первого и второго удара по этой крыши, она не прокапывается. А вот сколько из сектантов перешло в православие? Вы громче говорите. Повторите их погромче. Не слышно. Кто вышел из сектантов, перешел в православие, это те люди, которые поверили в эти таинства православные. В тело и кровь Христа, в положенное священство. И они пришли. Пример, который был в КГБ священник, отец Василий. Отец Василий. Мы вот были в каком он городе, не помнишь? Не в Несельском городе. Нет. Нет, нет. Он Ангарский. Где-то вот под Иркутском, где-то недалеко от Иркутского. И он тоже же был в сектантов. И когда он прочитал... Прочитал места Писания, «Сие есть тело мое». И он уверил, поверил. И когда говорит в секте, говорит, а где у вас тело? А это у православных. Он встал из-за стола. Вот к ним, говорит, я и пойду. То есть, все-таки Марк Лука Маскре, эти четыре человека, прокопали ему ум, и он пошел... с женой вместе, кстати. Да, да. С женой. С столей пошли. И когда мы были, чудо Господь сделал. Он ни в коем случае не хотел, поначалу, чтобы снимались съемки, и мы уехали, поскольку над ней нас не было. Проезжаем, народ сидит, человек 20-30 уже камеры, и Игнать Пиканович занятия проводит. Вот, свободен. Просто и... Чудо Божие. Ну, то есть, мы видим, что... Как получить эту уверенность? Ну, через веру. Через занятие. Через веру в Слово Божие. Да. То есть, она должна быть неукоснительная. А Слово Божие нам раскрывают наши... То есть, должны быть занятия. Святые отцы. Без занятий никак. Без общения. Ну, то есть, получается, что этот ответ как раз идет о наших занятиях. Да? Ответ вот. Как ее получить? Заниматься Словом Божиим. Раскрывать его для себя, для своей души, для своего разума. В истине. В истине только. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Ну, и в уверенность. В слове уверенность, в слове вера корень. Я с сектантами не очень сильно знаком до конца, но вот один был интересный у меня сектант такой бывший. Это Игорь Рассказов. Он с камня на обе. Он был дьяконом в Иркутске. В Иркутской общине. Отец. Организовал лично две общины в Севербайкальске. Две общины. По 80 человек. Они его там, он мог бы быть там пресвитером. Нет, он баптист. И в конечном итоге именно вопрос о рукоположении его так заинтересовал, что он решил его до конца добить. Где у нас было рукоположение? Кто первый? И не смогли открыть ему. Кто первый? Баптисты. А кто, а где, как? Ну вот там у православных открывается. И он подумал о лютеране. Лютеран увидел. Пошел к лютеранам. Побыл у лютеран немного. Там стал чтецом у них. Читал. У них уже ближе там было. Я посмотрел, у меня там гимны еще сохранились. Они, ну, песнопения уже такие ближе к нам ужим. А потом он уже от лютеран перешел в православие. Потому что нашел только рукоположение от апостольских времен через Иисуса Христа только у православных. Ну, он еще до католиков, слава Богу, не дошел. У них тоже это есть. Господь Бог не допустил. Да, не допустил, а остался в православии. Интересно, как это дети его были у нас. Так, ну, я думаю, мы еще успеем почитать один отрывок. Итак, с 13 по 17 стихи. Евангелие от Марка, 2 глава. И вышел Иисус опять к мурю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники. Ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Толкование. По совершении чуда над прокаженным Господь уходит к морю. Вероятно, ища уединения, но народ снова стекается к нему. Познай же, что по той мере, как ты станешь избегать славы, она будет гоняться за тобой, а ежели ты будешь гоняться за нею, она убежит от тебя. Вот и Господь только что удалился к морю, как народ опять бежит вслед за ним. Однако он и отсюда ушел и на пути уловил Матфея, именуемый теперь у Марка Левий. Есть Матфей, так как он имел два имени. Посему-то Лука и Марк, скрывая настоящее имя, называют его Левием. Но сам он не стыдится, напротив, откровенно говорит о себе. Матфея 9.9 Так и мы не будем стыдиться открывать грехи свои. Левий сидел у сбора пошлин, занимаясь по обязанности своей. Если взыскиванием податей с кого-нибудь или составлением отчета или чем другим, что обыкновенно делали сборщики податей в местах своих занятий. Но теперь так оказался усерден ко Христу, что, оставив все, последовал за ним и в великой радости созвал многих на обед. А фарисеи начинают винить Господа, представляя себя, конечно, людьми чистыми. сон в руку. Разговор как раз у нас в руку. Сейчас идет пост. Вращение грехов как раз не стыдится. Сейчас будет исповедь массовая. Потому что пост, потому что прощенное воскресенье оно нас побуждает вспомнить все-таки кто на кого имеет и что. Ну, а это грехи и все наши тяжкие. Надо идти каяться. Ну, что, врачи здесь, но тут много читать. Ну, вот, есть что читать. Давай начнем хотя бы. Христос никогда не гнушается прошлой жизнью человека. 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Галатам 3, 28. Нет уже иудеев ни язычника, ни раба несвободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе и Иисусе. Презренный мытарь становится апостолом и евангелистом. Какой-нибудь рыбак, потеряв место, мог всегда вернуться к своему занятию рыболовством, но место мытаря немедленно замещалось другим кандидатом. Левий не поколебался последовать за Христом, хотя это значило для него и его семейства лишиться доходного казенного места. на какую жизнь променял Левий свое теплое грешное местечко? Пожалел ли он когда-нибудь о своем решении? На вопрос надо ответить на этот вопрос. На какую жизнь он променял? Давайте христианскую жизнь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. профилю